Иркутск Поучаствовать в этом проекте Потому что в прошлом году был выпускник 9 класса И он запустил свой проект Как бы сделать 3D моделирование Такое было у него проект В этом проекте полочку 3D моделирования Чтобы посмотреть какая она будет полочка Эта полочка будет привлекать внимание детей Но чтобы эту полочку дети принимали Для чего эта полочка? Нужно сначала научить, что такое буккроссинг И мы вместе с 8 классом решили продемонстрировать ребятам Научить их и 8 класс тоже бы научился этому движению Ну вот такая была у нас затея Я сегодня представляю вам Маргариту Это представительница из 8 А класса Которая была начальником, руководителем этого проекта Которая запускала этот проект Организовывала, проводила, рассказывала И у них были поставлены свои задачи С которыми они должны были справиться Вот не только они сами Но и те самые участники Ну что, Рита, расскажи Какие задачи были поставлены в вашем проекте? Большое спасибо, Елена Александровна В проекте были поставлены задачи Это провести пробную акцию Показать правила и рассказать о возможностях буккроссинга Озвучить правила чтения книги на период 7 дней Определить живую зону, где мы будем проводить это мероприятие Чтобы дети запомнили и приходили туда брать книжки Изучить хронометраж зрительного и слухового восприятия И создать азарт и соревновательный элемент среди ребят А что было в вашем проекте самое рискованное? Какие были риски? Мы с вами боялись, прям боялись, что произойдет в этом проекте Самое рискованное то, что дети могли просто нас проигнорировать Или же забрать книжки и забыть их дома Для этого мы придумали логотипы, чтобы они могли отличить свою книжку от домашней Вот такой логотип ребята подобрали Мы приклеили на обложку каждой книжки, которая участвовала в этой акции Для ребят, чтобы и дети, и сами организаторы этой акции Видели, какая книжка принадлежит путешественнику Ну и дети тоже были заинтересованы, что это книга путешественник И она обязательно должна вернуться на базу школы И обязательно как можно больше пропутешествовать Несмотря на то, что это была пробная акция буккроссинга Она просуществовала у нас месяц ровно И мы планируем с начала учебного года Еще раз запустить буккроссинг уже на целый учебный год Потому что именно это движение, так сказать, руками ребят восьмого класса Ну вот имело успех и популярность Потому что старшеклассники рассказывали детям младшего возраста Привлекали их внимание И ребятам это нравилось Как маленьким, так и большим А я со стороны просто это наблюдала Регулировала где-то их движение Да, поправляла, направляла Поэтому вообще это общение было классное Вам понравилось, Аминта? Нам очень понравилось Мне понравилось с ними общаться У детей появился азарт Чтобы успеть забрать две наши самые популярные книжки А именно «Тигренок на подсолнухе» и другие рассказы А также «Волшебная кисточка» Среди детей появился большой азарт Им очень сильно хотелось И когда мы уходили, они постоянно спрашивали А вы будете в следующем году? А вы придете к нам еще в этом году? Поэтому за месяц ребята провели вот такую акцию И каждую неделю в определенное время Встречались в коридорах младшей школы У нас два здания Старшая школа и младшая школа Вот старшеклассники приходили в здание младшей школы Выбирали определенное место в коридорах школы И прямо на переменке за 10 минут Привлекали внимание ребят В этом проекте участвовало трое детей Маргарита, еще были мальчики Саша и Артем И у каждого была своя задача Чтобы книжка не потерялась Ребята фиксировали их в тетрадочку Ребят самих, да, участников То, какую книжку берет Чтоб мы потом имели возможность Чтоб она возвращалась Потому что дети не приучены И не знают, что такое букросин Что это такой книговорот, что путешествует книжка Другой ребенок был оператором Он снимал, фотографировал Брал интервью у ребят Дравится ли им это движение такое Вот общение с книжкой Общение вживую с старшеклассниками Что они рекомендуют То есть в этом, ну вот этот проект был насыщен Вот за 10 минут Вот столько энергии было сделано Это вообще здорово, замечательно То есть все друг друга познавали Как младшие, так и старшие Друг друга узнавали, знакомились Несмотря на то, что они посещают одну школу И в этом самом главном это была книга Объединяющая Вот такой у нас проект прошел Поэтому мы с вами делимся таким впечатлением нашим Общим И по завершению мы сейчас вам представим Презентацию, как это было Как ребята показывали, рассказывали Они потом свой проект защищали на школьном уровне И имели очень хорошую отметку Получить, услышали рекомендации От учителей, от других педагогов Да, критику услышали Какие-то плюсы, минусы в этом проекте Поэтому все это мы учтем Когда будем запускать Букросинг с нового учебного года А сейчас мы предлагаем вам посмотреть Презентацию, как это было Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Читайте книжки, ребятишки И не будьте как мартышки Это была фраза, наш девиз нашего проекта И сейчас Маргарита озвучит Какие продукты получились в их проекте Хотя проект был краткосрочный Но вот на сегодняшний день Какие появились продукты Рассказывай, Маргарита Как я вам и вначале показывала У нас появился свой логотип Помимо логотипа мы создали маленькую памятку Чтобы дети могли еще изнутри Отличать наши книжки от своих Благодаря этой памятке Пяти шагам, легким и несложным Дети запоминали правила лучше Могли их почитать дома Или взять эту маленькую идею памятки Для каких-то своих домашних дел Также мы создали небольшую карту Где дети бы могли отмечать С какой школы они взяли книжку Мы отметили школы Которые согласились с нами поучаствовать И в этой книжке В этой маленькой памятке Дети могли показать Рассказать, в какой школе они могли взять книжку И где нашли похожие интересы Да, к этому проекту присоединились еще две школы Которые находятся Одна рядом с нашей школой А другая, ну, достаточно далеко И с начала учебного года Мы хотим произвести обмен книжками И вот эта карта будет как нельзя Кстати, ну, показательно Где книжка попутешествовала Где ее было больше Сколько ребят ее взяли То есть дать вот такой шанс Книге попутешествовать И ребятам узнать друг о друге Какую-то информацию Потому что живое общение, оно незаменимо Поэтому в этом проекте Вот на сегодняшний день Мы подготовились вот так И другие школы Это школа номер 4 города Иркутская Школа номер 28 Они подготовили полочку Вот у нас полочка тоже выделена Для буккроссинга Где ребята сделали своими руками поделки У них даже есть такой амулет Талисман Вот такой замечательный Который помогал им В процессе этого проекта И с нового учебного года Он тоже будет действовать Поэтому полочку Другие школы тоже организовали И поэтому книжки Мы постараемся Вот такой круговорот сделать Поэтому вот такая работа Была в проекте задействована Показателей таких вот Сколько человек участвовало, да И чего-то не нравилось У нас такой пока задачи нет Мы ее хотим попробовать С начала учебного года Зафиксировать сколько участников Сколько в начале будет Сколько будет по окончанию, да Какие книжки популярны На сегодняшний день Мы поняли, что ребятам это интересно Как младшего возраста Так и старшего возраста Эта тема им интересна Поэтому подготовили книжки И хотим еще сделать акцию Книговорота вот такого, да Чтобы книжки пришли в библиотеку Потому что у нас собраны книжки Только для младшего возраста Вот для возраста средней школы С пятого по восьмой класс Такие книжки, чтобы в оборот их пустить Пока на сегодняшний день мало Поэтому хотим подготовиться И провести акцию в июне и в августе Чтобы ребята приносили книжки Кстати, эта идея ребятам тоже понравилась Они хотели бы свои книжки домашние Запустить в этом проекте И узнать, где книжка по путешествию Сколько ее детей почитает Поэтому это тоже вот интересно Вот в этом проекте Вот так вот получилось Поэтому спасибо большое за внимание Чтобы дали нам время Рассказать о нашем опыте А ребятам восьмого класса Я желаю, я думаю, что вы тоже желаете Успехов в их начинании Спасибо большое, всего доброго До свидания Большое спасибо, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok